Сегодня мы опять проверяем Пифагора, но уже на вип-персоне, на таком миллиардере тайском, который занимает двадцать девятое место в Таиланде по числу бабла. 20 там ярдов у него доларов числится, владелец дьюти-фри. Сегодня он как раз, не сегодня, а вчера, 28-го, сегодня уже 29-е. С вертолёта, как вот у нас Фёдоров и другие автальмологи, всё на вертолётах летали и в президенты хотели, да, и потом оказались на земле. Вот такой Вишай Шриват Дана Прабха. Шриват Дана Прабха. Вот хорошая фамилия, да? Ну, он всё равно из китайских тайцев. Вот он. Что у нас тут поярче дать? Поярче. 58, 60 лет, видите, опять юбилей. Вот, тоже 58-й год. Как у Альбатс, да? Вот, недавно проходили в Альбатс. Вот, что он дьюти-фри владеет. Сумма-то небольшая у него, видите, 12. Дельта приведённая, ну, деструктивная. А так, матрица очень хорошая. Только вот он скрытый эгоист, любит похвалу, а здоровье, смотрите, лошадины, как у Трампа. Энергетика, правда, двойка всего, но зато логика. Две пятёрки и аналитический ум большой, две тройки. И восьмёрка, видите, он порядочный человек. Плюс семьянин, хорошая четвёрка. Хотя вот цели пятёрка, это он в ущерб семье ставит цели. Может потерять семью из-за этих целей. Ну, так оно и получилось, сейчас семью потерял. Вот по деньгам, видите, какая хорошая пятёрка, максимум на зарабатывание денег, то есть талант большой. Действительно, бизнесмен по своей матрице. Он мог бы пойти и в науку, мог бы руководителем быть производства хорошим. Ну, вот он в бизнес ушёл. Тройка, он неожиданно может окружение сменить. Вот привычки тройка. Духовность у него в порядке. И вот только вот невезение у него, видите, семёрки нет. И плюс привязки к земле, мистическая такая, нулёвка, шестёрки нет. Вот. И родился он тоже, поскольку 60 лет, он родился тоже в год собаки. Ну, там была жёлтая земляная собака. А сейчас тоже год собаки. То есть 60 лет цикл, 60-летний возвращается к тому же самому животному через 60 лет. Вот. Поэтому, что можно сказать? Ну да, там 12 животных возвращаются и на 5 умножить 60 получается. 5 циклов прошёл. Вот к чему пришёл. Смотрите, к чему пришёл. Сегодняшнее, вчерашнее число. Когда погиб он, ну и часть семьи, видимо. Вот. Сумма также 12, но дельта плюс единица. Это ни о чём не говорит, потому что вот единица по привычкам, то есть это революционная единица. Здесь может быть революция и в конструкции. Ну, что у меня получилось? Конструктив по дельте, но революция в этом конструктиве, в вертолёте. Плюс вот 4 двойки, то есть вампиры вот эти с тонистскими наклонностями, которые охотятся за людьми, они, у них энергетика большая была вчера. И плюс их влияние большое на вот таких вот людей, у которых есть восьмёрки. Две восьмёрки, то можно попасть под управление порядочных людей. Плюс забыли мы о семье, вот семёрка по семье, да? Перебор. Вот, и вот такие, и самомнение большое у нас появилась семёрка по самомнению. Также нету шестёрки и такой же эгоизм две единичьи, это инвариант. Сумма осталась та же, а только дельта изменилась на два шага вперёд. Вот такая матрица у неё, выпиздень называется, да? А что можно сказать? Во-первых, если бы он знал свою матрицу рождения Пифагора, да? Ну и там китайский мудрость хотя бы, не надо эту матрицу знать. Достаточно китайские вот эти книги перемен, там и всё такое прочее. Плюс вот этот календарь восточный, опираться на него, то там ясно получается, что если ты в год собаки родился, то должен справедливость поддерживать. А тут у тебя понимаешь, что упёрся в деньги, в материальные, забыв о духовном росте своём, духовном. И вот эта пятёрка по деньгами, наращивая финансовую независимость, независимость, а сейчас какая независимость там? Все эти миордыни связаны, где-то они подкармливают и какую-то мафию, крышу свою. Поэтому независимости у них тоже нету. А плюс характер-то у него такой крутой, он мог с подчинёнными обращаться, довольно-таки мог на них собаку спустить. Данные у него все хорошие, то есть по его, и по китайскому календарю, и по друидским календарям, по всем, и по матрице виду, у него исходные данные. Ну вот он упёрся в бизнес, а бизнес он извращает человека. Он сейчас основан в основном на спекуляции, на непорядочных действиях. Вот. И плюс, смотрите, он приобрёл недавно, в 2011 году, что интересно, в 2011. Хорошее число, да? Лестер, команду Лестер футбольную, да? Собственно, он над этой командой, это и погиб. Потому что так он не любит эти общества. Просто для бизнеса у него, это команда для престижа. Чтобы где-то сохранить там вот этот бизнес свой. И поднялся он на вертолёте над этим командой, над этой толпой. И загремел оттуда, конечно, Лестер. Как переводится лес? Бес, тер, это земля безземельная. Да, там и король-то в Англии-то был, тоже безземельный Лестер какой-то. Вот. И у него нелёгко шестёрка-то по матрице, видите, тоже. Ну, лишь нет шестёрки, привязки к земле нет. И везухи нету поэтому. А почему нету везухи? Потому что не набрал он талант. Задача у него была на земле какая? Она не была вот бизнесом заниматься. А если у вас нулёвка по шестёрке, то есть вместе с шестёрки ноль, то вы пришли профессию. Самое главное, получить профессию. Какая есть на земле профессия. Быть хорошим экстракласса профессионалом в какой-то области. Но только не в бизнесе, конечно. Потому что бизнес сейчас связан со спекуляцией. Он не на основе там священного писания действует, да? Ну, может, у мусульман там... Ну, у них другие есть минусы. У них в семейном плане там перекосы. Вот. Значит, шестёрки нет, леса ТР-команда. Вот тоже мистика. И плюс, рождён он в апреле. Видите? Тоже надо учитывать. 4 апреля 58-го года. А кто рождён в апреле, он должен очень хороший контакт наладить со своим отцом, папой. Папулей. Если контакта там не было с папулей, не налажено, то он несёт карму этого папули. На себе. То есть, если даже не суждено было ему погибнуть, то он за отца погибнет, потому что он не сумел с ним контакт. И отец будет избавлен от этой своей кармы, а за эту карму, за него понесёт ответственность сын. Вот такой вариант возможен. Но здесь, судя по выпиздню, здесь сразу несколько факторов. Во-первых, вот революционный день. И плюс, где революционный? В конструктиве, потому что дельта плюс один. Это конструктивный день, конструктор. То есть, революция в конструкции вот этого вертолёта. На чем она могла быть обусловлена? Вот этими двумя восьмёрками непорядочными людьми, да? У которых энергетика большая, четыре двойки. В этот день, то есть, они вот использовали этот момент, когда он сел вот с семьёй туда, в этот вертолёт, и как хорошо можно расправиться с конкурентом. То есть, подозрения есть, и очень серьёзные подозрения на вот эту вертолётную катастрофу. Что-то кто-то там что-то там подкрутил, какую-то винтку не довинтил, как всегда, да? А эффект Рогозина какой-то там переклинило где-то там чего-то у них в васте. И вывод какой? Вот в год собаки он тоже от собаки до собаки. То есть, сама справедливость его прибрала на тот свет и вместе с семьёй. Почему? Потому что он цели ставил. Пятёрка у него была по целям. Вот по целям у него пятёрка. То есть, он мог ставить такие цели в ущерб семье. Хотя семьянин, он прекрасный. У него четвёрка семья. И четверо детей, кстати, у него. А вот по сексу ему нужно было всё время с партнёршей находиться. Но он не отвязно её с собой, видимо, возил и в вертолёт посадил. Сейчас пока выясним там, кто и чего погиб из этих детей четверых попозже. Вот такие дела. Значит, вот этот крупный, уже не первый миллиардер там в вертолёте один. Сам тоже в таком же возрасте, в 60-летнем, полетел куда-то в горы. В США тоже там разбился. Потом его через несколько лет только нашли. Обломки в горах где-то этого вертолёта. И вот и свежий такой факт. Значит, если мы знаем свою запись день, мы смотрим, у нас нету везения. Значит, мы должны как поступать? Осторожно выбирать цели. Раз. А во-вторых, мы каждый день должны матрицу рисовать. И посмотреть, какие опасности для нас. Вот если появляются две восьмёрки, и у нас семёрки нету, то ясно, что надо опасаться вот этих непорядочных людей. Плюс вот этот вот революционный день, надо тут вообще действий, связанного с передвижением по пути, с техникой, с конструкциями избегать. И плюс ещё вот эти вот четыре восьмёрки. То есть это не его день-то, не его везуха-то, это везуха как раз его врагов, которые, возможно, и устроили вот эту вот катастрофу. Ну, владелец Челси тоже, мы знаем, он переехал в Израиль, это у нас Абрамович. Примерно такое же у него положение, как у этого миллиардера. Другой был миллиардер, Березовский, тоже мы знаем его кончину. Поэтому сейчас вот эти вот деньги, они, новые деньги, ну, больше, они постепенно будут исчезать за счёт исчезновения вот этих миллиардеров. Вот. Ну, другая новость, которая, это мы посмотрели действенность матрицы Пифагора, и как она прекрасно работает. Человек вроде был хороший, всё у него было, и здоровье, и семья, и дети, и умение зарабатывать деньги, и порядочность, умение руководить коллективом. Коллективом, прекрасный аналитический ум, интуиция, богатая логика. Ну, вот, всё это было направлено не на приобретение полезной профессии, для чего он, собственно, послан был. А на вот этот бизнес, вот вы пизде не показал, какой он вариант, он вариант 16. Позиции по единице одинаковые, две единицы осталось. Видите? Что тут было две единицы, что здесь две единицы. И по шестёрке нелёгко как была, так и осталось. То есть по позиции 6 тоже вот. И инвариант получается 1 из 6. Это стремление к материальному, в ущерб, то есть стремление к материальному, к благам, к удовольствиям, к финансовой независимости, что важно, да, при покушении. То есть независимо от кого-то, а с него, возможно, деньги-то сейчас требовались. И тем более в Англии, смотрите-ка, сколько покушений в Англии за последние годы, и всё сваливает на других и так далее. Вот. И вот с погоней за вот этими деньгами и удовольствиями личными, он уже не отличал добра от зла. То есть что он там делает, на чём он свою экономику строит, на какой-то, не совсем каких-то чистых делах, на спекуляциях. Ну, сам этот спорт, который отупляет мозги, мы видели, что после футбола всегда происходят страшные события. Это огромные драки, это вот было недавно в Италии крушение эскалатора. И всегда-всегда при выходе со стадиона получаются кошмарные случаи. И здесь вот так же произошло. То есть футбол связан с трагедиями. Это как, впрочем, и всякий спорт, потому что он отупляет мозги. Всякая соревновательность, отупляет мозги. Это старцы святые отметили, которые изучали тщательно Библию в её первом, как говорится, честном варианте. Без филиок, который мы замечаем сейчас. Вот. Ну, а последнее, то, что там нападение на синагогу. Ну, вот, товарища, видите, сравним, давайте, с нападением в Керчи, в школе. Там, если в Керчи, смотрите, как налупили много людей и свалили на одного человека. Ну, показано, правда, видеокамера сейчас. Показали записи видеокамеры, как он ходит по коридору и убивает людей. Сразу он положил женщину, видно, потом парня положил. И ходил там по этажам. И взрыв организован был. И показан был только один напарник, только показан был в начале, когда он зашёл с сумкой и передал эту сумку, видимо, напарнику. Один рюкзачок напарнику передал. А потом он оказался в одной рубашке, в майке белой, в футболке. То есть он передал ему, видимо, взрыв пакеты, чтобы тот организовал взрывы и другие работы проводил. А он ходил, видимо, в паре они работали, не только в паре, но там ещё подключились группы, как говорят, военного спецназа. Охотники на детей, за детскими телами. Как Саид Бурхан говорит, Таня Саид Бурхан, это Карацуба, она говорит, что вот есть такие команды, которые за границей приезжают и прячутся потом в Израиле они, эти команды, где их не достать. А команда из волонтёров, которые поставляют биологический материал. А вот как Путин же не зря говорил, что там подняли его на смех, он же об этом предупреждал, он говорит, со всей России забирается биологический материал и вывозится за границу. А биологический материал, это в том числе и тела детей. А где они поедаются, это тела детей? В Англии, при Королевском дворе. Они там все людоеды. Почему? Потому что им надо жизнь сохранить. Поэтому они делают эти ритуальные убийства. Тогда им вот там гениальный их конструктор вселенной, он подправляет им там какими-то путями это всё вот биоэлектронику, чтобы они шевелились подольше, сделали вид живых, да? И поедая вот эти, как и было уже несколько столетий отмечено, что дети пропадают сотнями и тысячами, и все они оказываются, вот тела-то они съедены. Вот этими бакасами и королевскими семьями, которые правящие научились они людоедеть. Вот так вот тут тоже. Они сразу потом исчезают, эти люди, и детей потом не найдёшь. Вот сейчас их погрузили в кунги какие-то, этих детей раненых и убитых сразу побросали. Даже скорая не пришла в Керчи. Их побросали в это всё. Ну, и надо же показать, что это не только нападение на школу, вот у нас происходит, надо показать, что такие же нападения происходят и среди них, вот этих вот льдоедов. И вот произошёл, использовали случай вот этот синагога, где-то в Питтсбурге, что ли, в американском городе, это тоже вот сегодня, 28-го или 27-го. В синагоге 11 человек он убивал. Ну, я посмотрел список, в этой синагоге он убивал, всего 11 человек, а трое ранил. Из этих 11 человек, ну, там только двое, 54-56 лет, муж и жена, видимо. А остальные там за 80-е, около 90-е лет, ну, старичков отправил тихонечко туда, на тот свет, чтобы они не мучились. Старичков вот этих покрошили, а фактически вот такая вот жертва тоже, коня, жертвопешек, жертвопешек, да, которым и так уже пора на тот свет. А тут детей поубивали, которые вот годятся в это, на биоматериалы, как отмечал наш гарант. А его никто не слушал, с охраной не увеличили ничего. И не слушали также вот нашего предсказателя, который в Германии сидит, этот Артём Драгунов. Он всё время предупреждает, то, чтобы увеличивали охрану. Охрану там детей, грузов, охрану мостов. И сейчас вот надо увеличивать охрану складов боеприпасов, пусковых, ракет стратегических. Потому что украинская советница Министерства обороны Украины, она посоветовала ребятам, говорит, давайте взрывать российские склады боеприпасов. Чего у нас-то рвутся склады? Надо сейчас теперь в России тоже взрывать эти склады боеприпасов. Вот таким образом охрана. На охране экономят, но так же, как и в Америке, там тоже этот, они считали, как раз, синагога находится в центре еврейского квартала. Ну, в центре, значит, особенно там об охране нечего заботиться. И тоже, фактически, синагога была без охраны. В субботу. Вот. Ну, такие случаи, они, ну, и храмы сгорают, там, церкви 150-летние. И у нас такое случается, и за границей везде. Обостряется борьба в связи с расслоением уровня жизни народа. Везде же идет по всему миру расслоение. Вот. За это время у нас, допустим, число миллиардеров увеличено на 20 человек. Миллиардеров долларов за этот год. Потому что обнищание народа произошло, а деньги скопились по закону Ломоносова. Они скопились где-то. Вот у этих 20 человек они стали миллиардерами. Также по всему миру богатые, они становятся богаче, а бедные нищают, и налоги на них все время увеличивают. Сейчас вот налог на самозанятых. Значит, если я приглашу комнату побелить, там, потолок девчонок, там, маляр, что они, и заплачу им там из своей пенсии, то они должны будут из этого заработка заплатить 4% для начала. Вот 4% заплати дяде, потому что ты работаешь, обслуживаешь. Вот этот пенсионер побелел потолок. Это уже у тебя сверхдоход. А если у нее больше дохода никакого нету, потому что работы-то нету, было бы понятно, если бы было всеобщие завитости и плюс, к тому же еще обязательный труд на пользу всего общества, как было при социализме. Вот если бы труд был, и работы кругом, пожалуйста, устраивайся, тогда можно было бы вот на тех свободных, которые, скажем, занимаются таким свободным трудом, как по шоу обуви бывает инвалиды, там артели инвалидов, они шьют обувь, ну на них можно было внести налог, там допустим, небольшой, это да, и то с учетом инвалидов, что, что там с них возьмешь, с этих инвалидов. Вот самые занятые инвалиды. Или самые занятые педагоги. Вот они в школе учить не хотят детей, а хотят по домам учить, потому что это увеличивает их зарплату. Как Медведев сказал, что вы за педагоги, если вы не сможете свои знания капитализировать, да? Вот, а теперь на капитализацию этих знаний вот тоже накладывается эта фискальная часть. Ну и в дальнейшем тоже все эти налоги будут увеличиваться, увеличиваться и все, и так далее, и так и подобное. И квартплата, и ЖКХ, это все, вот это расслоение, оно ведет к антагонизму, и плюс, и этим пользуются люди, которые устраивают провокации в своих целях. То есть используют вот это ослабленное нищее население и направляют их действия в своих целях. Вот это же может их не вот какой, забыл я этого американского, как Роберта о синагоге расстрел-то производил. Вот, и этот озлоблен был сетями против евреев, там, против всех скопом, мы всех евреев надо уничтожить, но эту пропаганду кто, они же, мы же знаем, в древности есть еще книга написана про сионизм, еще позапрошлом веке, про сионизм написана книга, где написано, что антисемитизм, это сами сионисты производят, они специально его производят, антисемитизм, для того, чтобы сплотить свое свое общество кучковать его, так же, как вот у нас специально военную вот эту дудку играют, и повсюду конфликты для того, чтобы вот здесь держать население, мол, у нас вот враги кругом, но мы должны сплотиться, так ведь? Так же, и сионизм, он антисемитизм сам рождает, это его произведение, так же, как холокост, это тоже произведение самих сионистов, потому что Гитлер был это внебрачный сын Ротшильда, Геймлер, это все же были евреи, и они спасали евреев, которые занимали большие иерархии, Эйнштейна выпустили там всех других, и сам этот кто-то авиацией командовал, Бор нет, не Бурман, а тоже ногой какой-то, вот, и он сажал на самолеты этих евреев и направлял туда вот, в нейтральные страны, то есть занимался спасением, то есть холокост был он такой, не совсем-то параллельно-линейный, а если я вот цыган загоню и выдам их за евреев, то и сам из себя сделал антисемита, а на самом деле я евреев не трогаю, потому что они у меня самолетами и вывезены там список Шиндлера, там они все вывезены за рубеж, которые нужны, а которые нужны здесь, они в подземных заводах работают, Фау-2 лепят там, атомную эту, ученые, те же самые евреи, там, всякие, оппенгеймеры, да, вот, поэтому вот такой холокост он хитрый, он не совсем, и вот используя вот это, они даже закон ввели, что вот кто отрицает холокост, но кто его отрицает, никто не отрицает, убивали цыган, убивали, русских солдат убивали, убивали, там, всякая молдаванка, то по черней, там, это все, и все это считается из-за евреев, вот, вот, вот таким образом, ну, там и евреи, конечно, были, может, часть попали, евреи какие-нибудь нищие, вот, а которые были при деньгах, они все раскупились, и все уехали получше за границу, вот, и этот дядь, зная это, решил мстить этим евреям, которые вот из себя корчат самую обиженную нацию, хотя всех обижают сами, и Хаббат Любавич почитать программу, это покруча Ом Сирикё в десятой степени будет, Ом Сирикё это будут какие-то шавки, пацаны шестерки по сравнению с программой Хаббат Любавич, не говоря уже там, что пишется, как-нибудь мы обратимся, надо освежать в памяти протоколы сионских мудрецов, ну, сейчас будут отрицать, этих протоколов нету, но они есть, эти протоколы и съезд, съезд был, съезд, и этот, был, который три мировой войны запланировал, тоже, масон, то известный их ней, и масонство там есть, 99 ступеней, да, вот 30-й ступени это для быдла, типа, вот президента всех, Меркель там, и нашего гаранта, вот до 30, до 33-го градуса, а выше уже, там, до 66-го это среднее звено, а с 66-го до 99-го, там, это уже высшее масонство, но, это, уже на уровне где-то там они бога, и вот этого пирамида где-то наверху, вот таким образом, нагревание вот этого антисемитизма, нагревание в прессе идет, а как оно идет, вот расставляем везде вот кадры, даже на низших звенях, журналисты, какой-то режиссер, ну, всех поставим кругом, и этих олигархов, вот как мы назначили, мы назначили всех евреев-олигархов, правильно, у нас Березовский, Абрамович, там, эти все, эти пятые, десятые, они же все одной масти, правильно, вот, поэтому, и этим самым и создается уже такое мнение в обществе, что, вот все евреи плохие, хотя, не все, конечно, плохие, потому что евреи, как и русские, и молдаване, все они трудовой народ, он везде одинаковый, пролетали всех стран, соединились, никто еще не отменял, хоть физического труда, хоть умственного труда, пролетали, вот, это не касается, но касается, вот, реакционных, националистических организаций, которые сплачивают свой народ, не с целью улучшения его быта, не с целью улучшения его здоровья, не с целью улучшения его просвещения, а с целью сделать из него, из народа, живой щит, чтобы можно было прикрыться и защитить свое вот это властное положение, положение при руле, постоянно находиться на руле в обществе. Вот, и опираясь вот это на одуренное население, которое ложным патриотизмом и ложей национальной идеей охвачено. Здесь мы уже народа отвели от правильной дороги, от единственной верной дороги это социализм и коммунизм. Вот, единственная правильная дорога. А дальше мы отвели от этой дороги и все, здесь путь, начали по путям путятничать и заблудились, сбились с истинного пути и пошли путями неправедными. То есть широкой дорогой индивидуализма вот этого и потребительства, и обмана, спекуляции, блуда, воровства, пропаганда, блуда, воровства, колдовства, убийства, пьянства и вплоть до того, что пропаганда вот этого сквернословия. Хотя мы закон приняли, но мы не отказались. Это у нас был закон принят, так же, как закон для извлечения прибыли, чтобы можно было оштрафовать. А на самом деле мы через эту нашу вот ту блестную армию, которую она может разговаривать, только вот этими пяти словами она, больше там никто не разговаривает, эти полковники и все, и чиновники. Вот. А этого мы запретили материться, значит, мы просто это для дохода, вот таким образом. не с целью повышения там общей морали и тому подобное, нет, а с целью опять же излечения прибыли, потому что основная цель у нас и гарант начинал с того, что он, когда носил сумку за этим, за лошаком, как он, лошадь, то у нас есть это, отец лошади, вот, носил сумку за этим отцом лошади, и вот здесь он бабло начал делать торговля ресурсами, то есть распродажа ресурсов, и здесь очень удачно, но бабло очень быстро за счет вот этой продажи фактически общенародной собственности в обмен там на продовольствие, на какие-то ножки Буша, и при этом дивиденды все туда в эти офшоры. Вот таким образом, то есть само расслоение классовой вот этой борьбы, она приводит к чему? Приводит к тому, что империализм растаскивает людей по национальным квартирам, возбуждает национальные чувства неправильные, фанатизм национальный, и также империализм накачивает деньгами вот это ИГИЛ, накачивает деньгами все вот эти банды вооруженные, они же за счет чего-то питаются, за счет империализма. А для чего? Для того, чтобы вот скрыть вот это вот все ограбление народа, что мы, вот у нас враги, вот все вот на это большие затраты. На портянки там и на патроны, на ружье. Вот, и война, как говорится, мать родна, да, вот мы на этом заканчиваем, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok